Прежде чем начать обзор очередной интересной партии, я хотел бы, уважаемые зрители, напомнить вам о шахматном канале на украинском языке под названием «Шах и для всех». На этом канале вы найдете обзоры актуальных партий лучших современных украинских шахматистов. Также на канале «Шах и для всех» проводятся регулярные прямые трансляции в формате «Игра со зрителями». Поэтому, если вы понимаете украинский или у вас возникло желание познакомиться с этим красивым языком в разрезе шахматной тематики, то обязательно подпишитесь на канал «Шах и для всех». Ссылка на него находится в описании под данным видео. Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Без сомнения, центральным матчем седьмого тура женского командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в эти дни в Астане, была принципиальная встреча сборных Украины и России. Как показало течение этого матча, результат данной командной встречи решался на лидерских столиках. И сегодня мы с вами рассмотрим партию, которая состоялась на второй доске в этом интереснейшем противостоянии. Белыми в этой партии играла российская шахматистка, международный гроссмейстер, экс-чемпионка мира Александр Костынюк. Ну а черными выдающаяся украинская шахматистка, также международный гроссмейстер, экс-чемпионка мира по блицу и быстрым шахматам Анна Музычук. В этом поединке шахматистки разыграли довольно актуальный дебютный вариант итальянской партии. До поры до времени борьба проходила равная, но в определенный момент одна из этих шахматисток совершила неточность, чем сразу же воспользовалась ее соперница. Итак, Александра Костынюк начала партию ходом е4, в ответ последовала е5. Далее конь f3 и конь c6, слон c4, слон c5. На доске стартовая позиция итальянской партии, белые ставят пешку на c3, после хода конь f6. Вполне вероятно, что белые сыграли бы d3, так называемая современная тихая итальянка, но Александра Костынюк делает более амбициозный, но в то же время, конечно, более изученный ход d4. Отличие этих двух вариантов итальянской партии состоит в том, что после хода d2-d4 борьба приобретает острый форсированный характер. И, конечно, в наше время, когда буквально каждый серьезный шахматист оснащен мощным компьютером, все эти варианты, которые, кстати, известны очень давно, легко просчитать. Просто нужно запомнить и не попадать в дебютные ловушки, готовить мины для своего соперника. Ну а после хода d3 борьба приобретает более маневренный характер. Здесь форсированных вариантов, которые нужно запоминать, не так много. Поэтому тут шахматисты больше полагаются на общее понимание шахмат и стратегическое планирование. Но все-таки Александра Костынюк сыграла d4, напав на слона и пешку. После взятия белые, конечно, не стали бить cd, потому что после слона d4 получаются уж очень хорошо известные позиции. Поэтому белые здесь играют e5, нападая на коня. Конечно, в такой ситуации черные должны бить по слону c4, d7, d5. Слон b5. Играют белые, связывая коня c6 и конь e4. Белые бьют на d4, нападая на слона. Тот отходит на b6 и конь становится на c3. Рокировка со стороны черных. Белые укрепляют центральную пешку ходом слон e3, слон g4, h3 и слон h5. Ферзь c2. Играют белые, нападая на коня e4. Здесь довольно часто сразу бьют на c3, но тут черные сыграли слон g6. Ферзь b3. Играют белые, уходя от противостояния со слоном. Конь e7. Защищая центральную пешку. Теория не думает заканчиваться. К этой же позиции пришла партия шахматистов, представляющих те же страны, только с переменой цвета. Это 2013 год. Анталия. Также командный чемпионат мира по шахматам. Иванчук против Крамника. Ну и там Василий Михайлович сыграл конь h4. Правда, после c5 позиция начинает разгружаться. Забрали на g6, hg, dc, конь c5, слон c5, слон c5. Рокировка, слон d4. И дело пришло к разноцвету. Забрали на e5, взяли на d5. Забрали f6. В итоге соперники на 35-м ходу заключили мир. Но в женских шахматах подобное миролюбие довольно редкое явление. Александра Костинюк делает рокировку и далее c6. Белые отходят слоном на d3 и конь d2. Это довольно известный маневр. Он встречался неоднократно в партиях сильных шахматистов. Конь d2 играет белые, слон бьет d3, ладья fe1 и слон g6. Черные в итоге этой операции получили преимущество двух слонов. Но, как покажет дальнейшее течение партии, их белопольный слон не вполне трудоустроен в такого рода позициях. Конь f3 сыграли белые, конь f5 и конь a4. И здесь, наконец, последовал ход, который еще не встречался в прошлых партиях. В поединке вакатура кайданов 2018 год черные пошли ладья e8. После ладья ac1 конь e3 забрали слон e4. Белые рады отдать своего белопольника за белого коня. Ну и дальше на ладья e6, ферзь b4, ладья b8. Произошел размен a4. Белые в итоге сумели доказать, что их определенного, хотя и небольшого позиционного преимущества, в итоге достаточно для победы. Но здесь Анна Музычук играет ладья b8. Для чего она так пошла? Для того, чтобы защитить пешку на b7 и сделать свободным этого слона b6. Но, понятно, белые не хотят отпускать этого слона на волю, а просто его бьют. После взятия на e3 следует ладья e3 и ab. a4, ладья a8. Конечно, черные потеряли темп, но таким образом они определили ситуацию на ферзьевом фланге. Белые же играют ладья ae1. Идея совершенно понятна, продвинуть пешку e вперед. Поэтому слон f5 и конь d2. Конечно, здесь конь белых имеет большую свободу маневра, чем слон. Потому что у слона только белые поля, на которых он особо не имеет никаких объектов атаки. Ну а конь, как правило, может занять практически любое поле, из которого он будет атаковать пешки, либо даже королям соперника. Поэтому позиция белых здесь более перспективна. У них больше продуктивных планов. Ну а у черных из активных планов только, наверное, c6, c5. Что и было реализовано буквально на следующем ходу. Ладья e8 сыграли черные, конь f1 и c5. Белые же играют ферзь d1. Александра Костенюк подтягивает все свои резервы на королевский фланг, где у нее больше пешек. И, соответственно, сейчас уже угрожает пешечный штурм. Можно пойти f4, даже g4, прогнать слона и в дальнейшем навалиться на черного короля. Ферзь d7 играют здесь черные, далее ладья a3, пешка должна быть защищена. И черные играют c4. Это возможный задел на будущее. Если пешки на b2 не будет, то черная пешка станет опасной проходной. Конь e3 играют белые, слон отошел и далее ферзь f3. У черных слон пустой. Он стоит вроде бы неплохо, но в то же время ясно, что слабость черных полей это сильная головная боль Анны Музычук. Ладья ed8 сыграли черные, защитив пешку, далее ферзь g3. Противостояние ферзя и короля почти всегда очень неприятно для монарха, поэтому король h8, ферзь h4, белый ферзь не отстает. Ладья e8, f4. Наконец белые начинают двигать свои пешки и получилась критическая позиция этой партии. В данной ситуации черным не нужно было бить пешку на а4, оставшуюся без защиты, а нужно было ее разменивать. Вот такой парадокс. Компьютер пишет, что лучшим является ход b5. Идея состоит в том, что после аb черные немедленно бьют на а3 и после взятия bа забирают на b5. Их контршанс состоит как раз вот в этой защищенной проходной пешке c. Конечно, атака белых на колецком фланге выглядит угрожающе, но сил у них в атаке не так уж и много. Ладья пока что не имеет возможности подключиться к атакующим действиям, благодаря тому же слону на d3. И у черных здесь достаточные контршансы. Но черные забрали на а4, после чего Костынюк разменялась и сыграла f5. Конечно, черные надеялись, что они, забрав пешку на ферзьевом фланге, не успеют и сумеют отбить атаку белых на фланге королевском, но не получилось. После ферзь c6 едет f6. Понятно, g6 нельзя играть, ввиду того, что ферзь внедряется на h6. И там уже большие очень проблемы, связанные с тем, что нужно ходить ладья g8, но позиция зажатая. Поэтому ладья g8 сразу. Белые забирают, ладья бьет g7, ладья a1. Черная ладья защищает своего короля, белая же активизируется по открытой вертикали a. В этой ситуации дела черных еще были не так плохи. Можно было сыграть слон e4, и после шаха защититься ладьей. Ладья g8, король g8. Если сыграть конь g4, то ферзь g6. Вся эта последовательность ходов для белых не самая лучшая, но она показывает, что черные могут успешно защищаться в этом варианте. Но Анна Музычук, которая столкнулась с неожиданно сильной атакой соперницы, совсем растерялась и сделала ход назад ладья g8, и просмотрела очень простой, но симпатичный тактический удар. Конь бьет d5, сыграл Александра Костенюк. Конечно, экс-чемпионка мира такого шанса не упускает. Тактика несложная. На взятие коня последует шах, и далее ладья a8, после чего следует мат. В этой ситуации черные, потеряв центральную пешку, конечно, находятся в состоянии гроги. Единственный их шанс, что конь отойдет и будет мат на g2. Но, понятно, не в партии такого уровня. Черные пошли h6, и белые предприняли очень техничное решение. Они поставили ферзя на f6 и разменяли сильнейшие фигуры. Данное решение Александры Костенюк выглядит более чем правильно, потому что контроль близко. Переведя партию в Эншпиль, она минимизировала возможные риски и получала дополнительное время для реализации материального преимущества в окончании. Ферзь бьет f6, сыграли черные, конь f6. Эту позицию следует признать выигранной для белых, но черные все-таки пытаются образовать проходную по линии c. Ладья c8 сыграли черные, ладья a7. Сильнейшим в этой позиции был ход ладья b8, который просто противно делать. Поэтому Анна Музычук сыграла король g7, отдала пешку, после взятия следует b5. Тут понятна идея черных, в случае взятия на b5 следует c3 и проблема со вскрытым нападением на ладью и образованием проходной у черных. Поэтому белые, конечно же, не берут пешку на b5, а двигают вперед свою пешку d. Она уже является проходной и при этом очень сильной. Король g6, играют черные d6, король f5 и ладья e7. Отсекая черного короля, белые делают дальнейшую борьбу просто бессмысленной, потому что после d7 и ладья e8 черные должны буквально сразу сдаться, что и сделала Анна Музычук уже после 45-го хода соперницы. Таким образом, в данной партии Россия одержала победу над Украиной, но на первой доске в поединке Марии Музычук и Екатерины Лагно произошло обратное. Екатерина Лагно прозевала достаточно несложный, но в то же время убийственный тактический удар, что привело в итоге к победе Марии Музычук. Таким образом, на первых двух досках счет оказался 1-1, а на третьей-четвертой доске был заключен мир. Поэтому в итоге матч сборных Украины и России закончился в ничью 2-2. Кому выгодно такое развитие событий? Конечно, китаянкам, которые в этом туре буквально разгромили сборную Египта со счетом 4-0. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за внимание. До свидания.